Так, ну что, добрый день. Бонжур. Донжур. Бонжур, бонжур. Прочем, я не буду скончаться. Так, мы продолжаем наше рассмотрение шести и подготовительных действий, из которых мы дошли до действия призывания в поле заслуг. То есть в данный момент идет его визуализация. Перед этим мы благословили отношения, место подготовили. А сейчас уже, собственно, переходим к визуализации или созерцанию этого самого поля заслуг. Донжур. за деревом очень не говорили в центре драгоценного основания мандалы находится находится молочное озеро молочное море из которого возвышается дерево исполнения желаний состоящие из семи драгоценностей у него золотые корни серебряный ствол в ветви из-за он-то был из лазурита листья из хрусталя цветы из красных кораллов с нефритовыми лепестками и бриллиантовые плоды цветы плоды и должно быть бутон еще таким образом створяется как бы трое будут трех времен все части дерева например корни имеются в количестве кратном семьи дерево это способно исполнить каждое ваше или наше желание именно так как мы себе это представляем то есть обладает это дерево обладает теми же свойствами что и исполняющий релайн драгоценностей чем там они ну а дерево называется кальпа обриджа также какой-то драгоценности из названия чем там они то и так же его этого дерева есть название кальпа обриджа шелест его листьев и другие звуки напоминают о четырех печатях ну или не звучат как смысл праздник параметры а именно на четырех печатях то есть напоминает именно непостоянстве описанности а страдание и нервание такого тоже на огромном садке последние дерева стоит драгоценный трон поддерживаемые восемь львами которых на самом деле есть великие подхисаттвы принявший такой облик то есть восемь лишних сновей которые приняли облик этих львов в знак почтения к будде подобно тому как львы господствуют над всеми дикими зверями будды господствуют над всеми мирскими божествами и тертиками кроме того 8 львов символизирует 8 великих сил и стоят они попарно число этих пар указано 4 вида бесстрашие как-то с учителем стали спорить потому что ну какие же львы являются сказано поведителем всех диких зверей когда их ну как бы тигр может порвать его основного стоптать и вряд ли какие-то животные слушаются ему опять же что это за поведитель который пожирает своих подданных что лучше это вы вообще-то вы сейчас о кому говорите я говорю о льве а вы говорите о той кошке которая по телевизору показывают чтобы вот эта кошка она называется как по-другому по-тибецки это не настоящий лев как бы я имею ввиду льва они подразумевают снежных львов то есть такая штуковина воде бы тоже на вид из кошачьих мы больше похоже на собаку у нее зеленая грива зеленый хвост опять же зеленая пушка на всех четырех ногах или лапах и и вроде бы он обладает разумом в отличие от то есть интеллектом рассудочным умом в отличие от льва зоологического вот таких львов в виде таких львов могут представить поддесанты ошибся следует ли она львов да хорошая это ученика и ок но транспортно в линд я ребят в в в в ляб в В этом доме находится один лак лейтею, или еще иногда используя слово «мер», «мер» лейтеус, и в котором он десет лимбр, который remplит все желания. Этот лимбр, он состоит из четырнадцатого цвета. Все исчезли с целью, с целью, бронхом, лимбр, с целью, хлебом, лимбр и эфрит, лимбр с целью, лимбр, с целью, в целью. В этом бетео, как и разе, поэземь, на их сравнении 7, или на полученном детео, в этом бетео, это может быть шуми в то, как вы можете определиться, То есть, что этот амбр, он имеет то же самое качество, что у него чинтаманье, который также экзоусит все свои. И этот амбр, он называется, как у него экзоусит все свои, чинтаманье, он называется кальпинврикша. Амбр, он называется кальпинврик. На center цепь, он есть огромный флор, на которой лежит у него цена, чинтаманье, 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 чинтаманье. В этих амбр чинтаманье, которые открыли кальпинврик, чинтаманье, которые приняли кальпинврикам и послужители. в сфере, в сфере, в бодхе. Как и львы, они маторы всех животных, в бодхе, они маторы, наше все-все, а также, как и дейти. И, в плюсах, львьи львы символизуются львьи большие силы. И они становятся в пиры. И в количестве пиры, потому что у них есть 8, и есть 4, это приводит в четыре основания с темыритетом, в том числе, в том числе, и в том числе, и в том числе, он сказал, что у него, но он был иниисарной. У него, в том числе, он сказал, что льва может, львь из львьи? И, в общем, они сделали пиры, или же禽 игры, или жеaben, они для львьи. Но, и мудlistное мество говорит, что львьиèа, не напомнили львя, львя пиры, и львьи, Льон-дэ-ны-ж. Льон-дэ-ны-ж, это живот животное. Он похож на живот живот и на пляже. Он имеет криньер и лапы верт, а также как угодные рапы, которые были вверены. И еще, он имеет интеллигенцию на задний взгляд, и он имеет интеллигенцию и он имеет интеллигенции И так, в центре озера, из которого растет дерево, на этом дереве трон, а над этим троном находятся 11 лотосовых сидений. При этом, чем выше расположен лотос, тем больше расстояние между ним и предыдущим. Такие... тут бывают поставки для конфет. Тарелки только подушкой, в центре, в стержне похожий штука. У самого верхнего лотоса четыре лепестка. На его пестике, ну, тут скорее всего, слово идет «сюджу», а «сюджу» означает и пестики, и тычинки, то есть имеется в виду вот эта вся центральная часть. Ну, на самом деле, там, конечно, пестик такой здоровый лотоса, окруженный тычинками. А на этом пестике, на него действительно можно что-то поставить, лежит солнечный диск. Ну, и получается, что у этого солнечного диска иногда аккантовка рисуется в виде этих тычинок. И видно, бывает, на картине, на изображениях будут обрисоваться только лишь тычинки. Дело в том, что пестик он закрыт этими солнечными и лунными дисками. И вот здесь делится солнечный диск из превосходного огненного хрусталя. Ну, это имеется в виду красный... Водный хрусталь красный, да? Ну, видимо, имеется в виду. А на нем лунный диск из водного хрусталя, то есть это прозрачный, белый имеется в виду. По-моему, еще тут где-то должно быть объяснение того, что эти диски, они не совсем плоские, а чуть-чуть выпуклой формы, что ли. Ну, это не нужно. Оба диска подобны двум натянутым... Ну, как раз прямо, говорит, что не так. Оба диска подобны двум натянутым мембраном барабана, то есть ровно. Лотос сигнализирует отречение. А, ну, так, ну, здесь лучше становиться. Лотос, то есть на пестике, на солнечный диск, а на лунный диск, на красно-белый. Ну, что-то, на лунный диск, на лунный диск, на лунный диск, на лунный диск. в форме лотус. И, в плюсах, нужно иметь в виду того, что больше в лотусе находится, больше, чем у него будет distance между него и лотусе в десуте. И лотусе в лотусе в лотусе имеет 4 петали. И на пистиле находится в лотусе solaire qui est fait d'un cristal rouge. Et sur lui se trouve un disque lunaire qui est fait de cristal transparent. Et ces deux disques ressemblent à deux membranes de tambour qui sont tirés très fort. Et donc, nous avons получилось un dessin de cette partie de l'eau de l'eau de ce soté et du disque de l'eau de l'eau ici se montrent des déconneurs de l'eau pour que l'eau de l'eau de la main de l'eau de l'eau de l'eau d'eau de l'eau позволяет не загрязняться осквернениями сансары солнце приводит к созреванию все что еще не созрела поэтому солнечный диск символизирует воздействие на поток нашего ума абсолютно отличить и то есть мудрость и постигающей пустоту которая способствует его созреванию а белые лучи лунного света смельчают жар она знает пока можно стоит солнце Звучит революция. И это для этого, что диск солярный объявляет влияние на нашу сознание на Бодхичитта абсолют. Бодхичитта абсолюта, которая является вакуитет, которая позволит ее мурить. Белые лучи лунного света смягчают жар. Считается, что ночью становится прохлопом благодаря тому, что светит Луна. И поэтому говорится, что белые лучи лунного света смягчают жар. Поэтому Луна символизирует относительную Бодхичитту. То есть Луна, устремленный к обретению пробуждения, которое устраняет чувство враждебности. То есть это относительное Бодхичитта. То, что обычно называется Бодхичиттой. И когда говорим Бодхичиттой, люди в основном думают об этой мысли. То есть совершенно альтруизм. Таким образом, эти три части лотоса, лотосового трона, или лотосового сидения, символы того, что восседающий на них достиг совершенства в реализации трех главных аспектов пути. То есть отречение абсолютно Бодхичитты и относительно Бодхичитты. Или отречение Бодхичитты и истинного воззрения и Бодхичитты. То есть имеется в виду относительно Бодхичитты, которую мы обычно называем. И абсолютно. Абсолютно это истинное воззрения. Истинное воззрения, да. Так, это их главных аспектов пути. Помимо этого, лотос символизирует существ с малыми и средними способностями. А солнечные и лунные диски существ с высшими способностями. Ну или, опять же, иногда говорят, что символизирует так, как отречение является участком пути, который свойственен всем личностям. То есть это тот участок пути, который является общим с... Он является участком пути великой личности, но он является общим с малой и средней личностями. Так как это необходим всем троим. Из чего его часто называют участок пути малой личности. Ну, на самом деле, имеется в виду участок пути общей с малой личности. Это участок пути великой личности, но тот участок, который является общим с малой личностью. А солнечные и лунные диски – это ведь истинное воззрение и бодхичитта, а это уже особая территория, которая присуща только для высшей личности. Только высшей? Средней нет. Средней нет. Хотя, конечно, средние тоже должны обладать истинным воззрением. На самом деле, конечно, но когда говорим о Трехучатка Пути, это не пускай. Прошу. Белый лучший, Мара Стана Винсюм. Мы запрещаем в тексте, и потом, мы увидим, что есть комментарии. В текущем бланке, которые лунные диски, они обащают. И это для того, что Луна символована поддхиттином. Это поддхиттином, что мы часто слышали поддхиттином, то есть латруизм. Это когда мы все взялись, то есть латруизм. И в самом деле это поддхиттином, который позволяет нам сделать это для нас, это чувство эмоции. И почему мы используем этот символ? Потому что, обычно, на нём, это расширяется, и это для того, что мы используем этот символ. Аси, три части трона лотусы являются и символы который лежит на них, он достигает на вершине в реализации тронусы. И здесь, что это означает? У нас есть тронусы, у нас есть бодхичида абсолют, или и прихисть при этом, мы можем разобрать же, тоже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова ламам потому что он наш собственный гуру дальше в действительности его называют лама потому что он наш собственный гуру луксан потому что он только то есть личное имя цунгапа было луксандрапа ну или соскрытие это сумати сумати керти получившие при монашеском посвящении имя луксандрапа так туван это нас тибетском на сам кредит это муниндра муни индра муниндра так как он наш учитель когда говорим наш учитель имеется ввиду наш буду учить то есть шок яму не а его по-другому очень называют муниндра могучий из-за рода то есть владыка могучих муниндра и торчичан или в ажахара так как он на есть сам буду уже ха эти четверо не раздельны по своей сущности то есть они не раздельно сливаются в лице этого гуру то есть и наш личный коренный гуру и лама цунгапа он же носандрапа и на будда шахи муни в сутрическом облике и этот же будда в ажахара уже в сутрическом облике вот эти четыре личности а сливаются в одну в виде вот этого нашего гуру которую мы создаем перед собой эти четверо не раздельно по своей сущности поэтому им всем и возносится молитва как к единому главе поля заслуг означает ли это что здесь соединены четыре различных потока ума нет это не так разве могут четыре раза потока ума объединиться в один а следовательно они изначально едины по своей сущности и хотя они видятся нам как четыре различных потока ума утверждение об их единстве можно обосновать посредством логических умозаключений цитаты стекста собрания слов будды удобные стеблистики 15 лет альбина аналития ебко альбина делал все и и сумма его когда в об оз д Гору-по-джа, Цонгкапа. Один говорит, что это Джей Ри-по-джа. Один говорит, что это Гору-по-джа. Один говорит, что это Джей Лама-гору-по-джа. В vérité, он называется Лама-лопсанг-турбан-чонг-джи-джанг. Лама, Ламаск-турбан-вэ, Он называется Лама-кору-по-джа, Лопсанг-турбан-авен-чонг-гaisonг-госанг-джанг-джлебан-ханг Цонгкапа, Ця Yuan-канг-г recession-газ. Цен � «セнтолбан-дурбан-ганскин-газанг-джанг-джанг-джанг-джанг-брант. Тувбанг, это потому что это наш мастр Шаки Муни, и Тувбанг, это тоже Мунингра. Лобсанг, это Сумати, и Мунингра. Тувбанг, это Мунингра. Вот, это Мунингра, который тоже Ваджатрара. Да, Дорджи Чанг это Ваджатрара. И Дорджи Чанг это Ваджатрара. Почему Тувбанг? Потому что это наш мастр Шаки Муни, или Дорджи Чанг. Потому что он, в самом деле, он Буда Ваджатрара. И Тувбанг, Мунингра. И Мунингра, который означает, в инфанскрии, «The Seigneur des Пуисан». Да. 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 Коста. В filosы improve. Ваши. Анат Emma Менllie. liegtействие вначале? Эта пьютье. В основном, они, ну bilALI ЛетриICH, косметки, женщины, лечки в Double-Le17е, для С partnership установку, су przez번верждений. Я считаю. uhh ну, они çünkü, мы видим разворот. Итак, они точно, учитывали, так как и разнообразиеات ме Rowdy, или с produce ferенных сил, естественно, exists у quantите физку Southencia и всякая allies. северно объявляют, что в их университете, они могут привести к своей университете как на базе в основном логике и в цитации из книги, из пароли Бодин. И для того, чтобы И вот этот гуру, для нас, наверное, удобнее и лучше представлять Иосиф Тишто Далай-Лама. И, может быть, для нас, это более легко, чтобы представить этот гуру без формы Санкт-Петербурга, и таким образом, для нас лично, для каждого из нас, получается, что Иосиф Тишто Далай-Лама Лама Цонгкапа, Будда Шакьямуни в обеих Иосиф и Бастасях, как сутрички, так и тантрички, все эти четверо являются одним. Либо же и Будда, всех видов как бы, обоих видов, и Цонгкапа сейчас для нас проявились в облике Иосиф Тишто Далай-Лама. И так, эти четыре потока едины по своей сущности, или обладают одной природой. По-другому перевести можно. Для нас, однако, Ваджадхара предстает в теле синего цвета, с ваажа и колокольчиком, облаченного в одеянии сам бога Каи, то есть он облачен в шелка и убран всевозможными драгоценностями, драгоценными украшениями. А у Будда Шахи Муни, напротив, бритая голова и босые ноги, насчет бритой голова я как-то не согласен. Будда Шахи Муни не бритая голова. Почему так перевели? С немецкого, который перевели? С английского, наверное. Босые ноги. Ну, у Ваджадхара тоже босые ноги. Ну, имеется в виду, что Будда Шахи Муни облачен в монашеское деяние и имеет облик монаха. Он является аспектом нирманака, то есть явленного тела. Кажется, обычно нам кажется, что эти две фигуры не имеют между собой ничего общего. Но это видимость обманчива. Давая учение Винаи или сутры, Будда является формой высшей нирманакая, то есть является в облике монаха. А когда же он учит тантре, то принимает облик Ваджадхары. Более того, при передаче Гухи Самаджи Танты он явился в облике Ваджадхары с тремя ликами и шестью руками. То есть, как Гухи Самаджи. Гневный Ваджадхар. А давая наставление по хирурга тантры, как четырехликий хирурга с двенадцатью руками. Он являлся в бесчисленных формах в зависимости от того, каким сутрам или тантрам учил. И, тем не менее, это всегда был тот же самый Будда Шахи Муни. У меня вопрос возникал. А вот он всегда предстаёт в облике той тантры, которую даёт. В облике божества той тантры, которую даёт. То есть, Гухи Самаджи, Гухи Самаджи, Гухи Самаджи, Гухи Самара. А когда же он в облике того Ваджадхары, которого мы обычно представляем? Таким образом, поскольку Ваджадхары и Шахи Муни по своей сущности едины, потоки их ума нельзя рассматривать как разные. То есть, так же, как когда актёры выступают в разных ролях, даже в одной пьесе, мы, тем не менее, зачастую узнаём этого актёра. Мы понимаем, что природа вот этих двух лицедеев как бы это одно и то же, хотя они предстают в разных обликах. И зачастую, если мы, например, даже привязаны к какому-то актёру, хотя он может представить в облике и негодяя, и хорошего человека, мы, тем не менее, почти всегда чувствуем к нему одно и то же, в одни и те же чувства. А так же и здесь. Независимо от того, в каком облике предстают Будда Шахи Муни, мы всегда узнаём Будда Шахи Муни. Будь то Мунидра, будь то Важадхара. И так как вот этих двоих мы не рассматриваем как разные... А что ты перевести не хочешь? Ну да. Тогда мы лучше остановимся. Тем не менее, это всегда был тот же самый Будда Шахи Муни. И сакразов и сакразов. Да. Да. Мы всегда в рамаха в комментариях, в рамаха Тенгур. Для каждого из нас, самое главное, это наш Гору, который мы представим в форме сауна, и ваше 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 сауна, Субтитры создавал DimaTorzok Vajra Trara qui est l'aspect de Bouddha dans les tantras, il a un corps bleu marine et il tient un Vajra et une clochette et il est habillé des atours du Sambokakai, c'est-à-dire qu'il est habillé de soie et de joyaux. Alors que le Bouddha Shakyamuni, lui, au contraire, il a le crâne rasé et il est pieds nus. Et là, la Matemko, on disait qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la traduction qui certainement était une traduction de l'anglais vers le russe. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'en fait, le Bouddha Shakyamuni était habillé en moine. Et là, le Bouddha, lui, le Bouddha Shakyamuni, il représente le Nirmanakai ou bien le corps d'émanation. Pour ce qui est du Sambokakai, c'est le corps de jouissance. Il semble que ces deux figures n'ont rien de commun entre elles. Mais il ne faut pas se tromper. Ça, c'est juste une première impression que l'on a de prime abord. Lorsque le Bouddha donnait des enseignements du Vinaya ou des Sutras, il prenait la forme du Nirmanakai absolu ou du corps d'émanation. Lorsqu'il donnait des enseignements tantriques, à ce moment-là, il prenait l'aspect de Vajratral. Et de plus, en fait, lors des enseignements, il va, par exemple, lorsqu'il transmet le Gurkhasamaj tantrin, il va prendre l'aspect de Vajratral avec trois visages et six bras. Alors que s'il donne des instructions selon le tantrin de Kherukha, là, il va avoir l'aspect de Kherukha avec 14 visages et 12 bras. En fait, il va prendre de nombreuses formes différentes en fonction des enseignements qu'il va donner. Suivant s'il va donner des enseignements selon les Sutras ou des enseignements selon les Tantras. Mais son essence restera toujours la même. Ça sera toujours le Bouddha Shakyamuni. Et ici, peut-être aussi, on peut faire un parallèle. Quand on a un acteur, un acteur qu'on aime bien, cet acteur va jouer différents rôles. Mais on va toujours le reconnaître. Et quel que soit le personnage qu'il interprète, que ce soit un personnage positif ou négatif, cet acteur, on va, parce qu'on l'aime bien, parce qu'on le suit, on va toujours éprouver le même sentiment à l'égard de cet acteur. Et là, c'est un petit peu la même chose. Le Bouddha Shakyamuni, ça sera toujours le même. Simplement, il va prendre des aspects différents suivant les enseignements qu'il va donner. Le Bouddha Shakyamuni. La Bouddha Shakyamuni, on va-tipé. Le Bouddha Shakyamuni, on va-tipé Diże par hindpassONG. и другие во время второго периода стране дхарма в тибете он проявился в облике многих ученых и югинов таких как атиша и джетсо капа и других доставок то есть можно сказать что вот тут и говорится то что и буддашки муни и подмосом бава и атиша и цонгкапа это одна и та же личность это один и тот же поток ума почему гандаллогеме сердцу цонгкапа можно визуализировать и других доставников следовательно джей лавсом рапа это то есть это по-тебетски досточтимый джей лавсом рапа это иметь цонгкапа а по своей сущности тоже есть сам буддашки муни то есть все до этого мы выводим то что это буддашки муни мы продолжаем текст с комментарем тэнгомы так аси пусть ух жарапа а и шахи муни джей лавсом рапа и с сау кемуни он не может быть решение что в их тьме сессии со всех сонгпом сонгапа И когда он закончил его деятельность для своих родителей, Буда-шакимуни был в нирвана. Но, даже после того, что он был в нирвана, он продолжал учить дарма в Индии, и он продолжал учить его в Индии, который был в нирвана в Индии. В первую дарма в Индии, он появился в форме Шанта-кар-шеттен, Бабма-самбава и другие мастры. И здесь, интересно, что Пабонкин affirме что Буда-шакимуни появился в форме Бадма-самбава. В второй период дарма в Индии, он появился в форме во многих мастров и йоги, как, например, Атиша, Че-санкар-ма и другие мастры. Аси, он может сказать, что Че-лобсангдракта, Ки и санкар-ма, что Буда-шакимуни также является Буда-шакимуни. Он, в самом деле, это же фу, в том числе, в том числе, что в будущем, в эпоху, когда дарма будет подвержена пяти видам упадка, шакимуни во джадара станет являться в облике различных гуру. Теперь вы, может быть, задаетесь вопросом, кто тогда эта эманация шакимуни во джадара, действующая ныне ради моего блага? Для ответа на этот вопрос взгляните на своего собственного гуру. То есть, поэтому я все время говорю, что чем ходить и подозревать всех волков, лучше, легче всего считать эманацией и дарма, и дарма, и дарма, и дарма. То есть, то есть, что в будущем, когда дарма будет задаваться пять, пять, вещественные, вещественные, в этот момент, вот так, что шакимуни и вајаатрара начнешься в сравнении с помощью различных гуру. Теперь, вы будете задать решение следует... Но эта эмоциональность Шакимуни Важакрала, она действительно действительно работает для меня? И в качестве ответа к этой вопросе, вы можете посмотреть ваша собственная гуру, вы можете посмотреть ваша собственная гуру. И для этого, в принципе, вместо того, чтобы спросить, какая эмоциональность будет быть, в которой она будет. Самое, это будет очень удобно, чтобы собрать на один человек, который все вместе, в том, что она будет иметь. В этом безграничном пространстве говорится, Все эти существа по своей сути пять будд, то есть будды пяти семейств, являющиеся подобным актерам или искусственным изображением. Их состояние – единое единение великого блаженства, единое переживание в различных проявлениях. Эту цитату можно понимать по-разному. Ее можно соотнести с практикой стадии завершения на этапе изоляции тела или уединения тела. А можно понимать в качестве указания на метод вверения себя своему духовному наставку. И если понимать ее в последнем смысле, то для иллюстрации этого можно привести такой пример. Пример лучше дальше. И несключит, как раз. И конечно несключит, несключит, несключит. И в виде этого человека, как раз. И в виде арекции, как раз. В без себе блаженства, как раз. И как раз. Le rétin, c'est la fusion de la grande félicité. C'est l'unicité des sentiments qui partent dans les différentes directions. Cette citation, on peut la comprendre de différentes façons. Мы можем распределиться на практике, на практике, на этапе, на исходное состояние, и мы также можем понять это в целом, в качестве, в качестве, который позволяет нам полностью, в качестве, в качестве, в качестве, И если мы понимаем это в форме, в следующем смысле, то есть, если мы полностью вернемся к своему матору, то мы можем предложить следующий пример, чтобы объяснить эту идею. Представьте себе, что в монастырском обретом танце, то есть, Чам или Цам, танцор появляется на сцене в костюме Шанак. То есть, это черная шляпа, персонаж, который сотворяет собой великого мага. Люди говорят при этом, вот пришел Шанак. Хотя, на самом деле, это лишь исполнители его роли. Затем танцор удаляется и надевает маску Дармараджа, становясь Ямой, защитником Дхармы. При следующем его появлении на сцене люди говорят, это Дхармараджа. Хотя, в действительности, речь идет все время об одном и том же человеке, который просто меняет имена в зависимости от того, какой костюм на него надет. Подобным же образом победоносный Ваджа Дхара проявляется как в Душаке Муни, Четсу Капа или как наш собственный Гуру. Но эти проявления различных аспектов по своей существенности едины. Репресентите, например, когда у нас есть танцы ритуалы в монастыре, в том числе, что танцы верят на сцене, в costume Шанак. Шанак, это гранд мај, который носит шапе в монастыре. Несмотря на то, что Шанак, то есть Шанак на сцене, то, что в самом деле, это не единственный актёр, который играет этот ролик. Потом, он будет retirать, и он будет на него маски Дарма Раджа, который будет становиться в Яма, который является защитным дармамом. Продолжение следует... Il va se présenter sous la forme de Bouddha Chakyamuni, ou bien de Jetsongkapa, ou bien sous la forme de votre propre gourou. Mais toutes ces émanations et tous ces différents aspects qui vont se présenter à vous sont toujours la même essence. Et c'est pour cela qu'ils seront toujours unis à la pince. C'est-à-dire que nous devons visualiser la figure de l'esprit de l'esprit. C'est-à-dire que nous devons visualiser la figure de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il y a dans l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. сущности гуру объединяет в своей телесной форме изначальную мудрость всех бод. Я объясню это более подробно в разделе о преданности духовного наставника. Открытие, естественно, наставка форме изначальной мудрость всех бод. В следующей части вы должны увидетьско зеркал с невидимой форме Лама, Лобсанг, Тупанг, Торджи Чанг. И это соответствует Гору, Сумати, Муниндра и Ваджатрара. Но в самом деле, свой свой sens, не имеет никакого смысла. Потому что, в самом деле, он говорит, что, по своей природе, он является персонажем всех Буддханов. И вы должны вернуть к этому поводу, что, по своей природе, Гору присутствует в своем форме, в своем сердце всех Буддханов. Без правильного понимания этих вещей, наша медитация Гуру-йоги, даже выполняемая на основании очень глубоких наставлений, будет поверхностной. В Большом Волоковстве к этому путепробуждению, то есть, в Большом Волоковреме, говорится, это было изложение знаменитых наставлений по Гуру-йоги. Однако, эта практика не принесет никаких плодов, если выполнять ее лишь время от времени. Что касается трех видов доброты, которые упоминаются в приведенном выше тексте, то есть, часто говорится, что Гуру наделен тремя видами доброты, которые упоминаются в приведенном выше тексте для рецитации выше тексте, то, согласно традиции сутры, это трех вид доброты заключается в том, что Гуру дарует обеты, передает устную передачу, и подробные наставления по практике. Это Упадеша. В традиции же тантры, это первое, посвящение в Мангалу Божество, второе, объяснение тантра, и третье, тайные устные наставления, тоже Упадеша. Мы говорим о Траякаде-братьях, поскольку все три блага, все эти блага, все эти три блага исходят от единой фигуры нашего Гуру. Под благами подозреваются вот эти передачи обетов, чтения, то, что нужна передача, и подробные наставления, также посвящение, объяснение тантра, и наставления по этим тантру. Субтитры создавал Dimabala, то, когда вы не понимаете, если вы не понимаете, то, что ваша медислота, дача к Гуру-йога, и... даже... даже... если вы не понимаете, что вы не понимаете, что ваша медитация, которая ведет к Гуру-йога, даже если вы делаете на основном основную структуру, она остается очень superficielle. И он говорит в « Гуру-йога» в « Гуру-йога». Семен, эта практика не портера никакого фрукта, если вы не делаете в том, что за другом. В том числе, в трех аспектах, Продолжение следует... Второе, это трансмиссионы. Второе, это трансмиссионы. И второе, это трансмиссионы. В Тантра традиции, есть три следующие. Первое, это будет льнятия в Мандалин и Диде. Второе, это будет льнятия и третье, это будет льнятия 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 или падеша. И мы также говорим о падеша в сутра. И мы говорим, здесь, это потому что мы делаем рэференс на эти три аспекты и это означает что эти три формы и 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 в и и и и и и и и Многие знают ли, как выглядеть за Булгари. Ну, в общем, это примерно как вот этот цвет, этот как более желтый, тоже очень понятно, конечно. Такой блекло-желтый немножко. Его правая рука в жесте даяния дармы, на самом деле там не часто говорится именно цвет шафрана, там говорится «мумрик», а «мумрик» это зачастую вот цвет ношеной одежды. Ну, легло-желтый. Ну, тем не менее, переводим всегда как шафрановый цвет. Так, его правая рука в жесте даяния дармы, то есть так, а левая в мудре-медитативного равновесия, то есть вот вот так вот. Ну, а уровень чуть ниже, на четыре пальца ниже, чем бок. Я здесь, как положу рука. Ну, как у Будда Шахемони, левая рука. Левая в мудре-медитативного равновесия держит монашескую чашу, полную нектара, так же, как у Будда Шахемони. А между прочим, а между большим и указательными пальцами каждой руки он держит стебли синих лотосов у Папа. Вот так получается. Вот Папа. На лотосе эти полностью распустившиеся и их чашечки находятся на уровне его плеч. На лотосе справа от Цонхапы стоит меч мудрости с обвитым пламенем-острием. На лотосе слева лежит том сутры и пражни парамиды в восемь тысяч шлок аштасахасрика, из которого раздается звучание содержащегося в нем текста. Можете представлять себе, что в данный момент звучат именно те разделы, которые вы проходите в своем обучении размышления и медитации. А почему там не умруют? У танца так видят. Понятно. Хорошо. Художник так видит. Хорошо. 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 На лотосе burnedом, как в основном, на арте, Субтитры создавал DimaTorzok 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 без указки и нижней юбки верхней накидки которую видно это она желтая под ней вторая накидка она оранжевая и нижнее одеяние это не имеется как нижняя юбка которую под юбку одевать нижнее одеяние не юбка бордовая здесь какая красная наслана на голове у него желтый головной убор бандита то есть шапка бандита а ну вот собственно колпачок похоже спереди на шапку бандита но не сбоку на статуях шапка бандита она как бы сплющена немножко и имеет наверху она как бы кончику и немножко загибается вперед на статуях видим это было сложно изобразить поэтому если посмотреть у маленькой статуи дала главный у меня спиной на перед вот у нее шапка правильно она с такими длинными ушами не совсем что нарисовала немножко похожа на лист дерева бодхи с одной стороны в общем можете посмотреть это дать много изображений на главе у него желтый головной убор бандита хотя бы это носили какие уборы различные цвета имеют свои особые значения но обсуждение этого займет слишком много времени подробности вы можете прочесть наставлениях по практикам согласно текстам 100 богов тушит или язык а не забери заслуживания это次 из традиций мы с вами послушаем Meter в качестве depois избавленные раб99ую цикл вы нажимаете за что и наиболее ну при коем к 귀여увам Это будет красный цвет, orange и ручный цвет. И это будет корреспондент на цвет, которая будет вверху, которая будет вверху, и вверху, которая будет вверху. Из-за того, что она не имеет ни одного цвета, но это будет вверху. С этой цвета будет вверху, вверху, но здесь, как это было с тем, как это было представлено на статус, это не так же, потому что, обычно, это возвращается немного вверху. Например, на маленьких statueхе Буда Шаки Муни, где находится на Буда, это будет... ... ... ... ... ... ... ... где находится в бутылочной статус, это форма лучше для этого цвета Пандид. Эти разные цветы имеют значение отличия, но это будет много времени для того, чтобы начать в деталях и в различных цветах и вы можете вы можете вы можете получить больше информации на этом и вы можете найти в инструкции для практики которые соответствуют в тексте «Десцендейтей» Душитта и Пандид Лама или Гурупуджа и Лама Джопа В сердце Занкапа вы можете видеть сидящую бутылочную мунию то есть в виде в статрическом облике а в сердце Будды Шакьямуни Ваджатхару то есть тот же самый Будды, но уже в статрическом облике в сердце Ваджатхары находится существо концентрации Самарисаттва в форме синего слога Хун Эти фигуры не представляют собой отдельных существ вложенных друг в друга наподобие пустых чашек Шакьямуни помещен в сердце Цунгапы чтобы показать что внешне Гуру может выглядеть как простой монах но внутри он Будда Ваджатхара же прибывает в сердце Шакьямуни и это указывает на то что он представляет как тайный аспект Гуру Мы говорим о трех существах прибывающих одно в другом так что вы можете решить что среди этих трех фигур что этих трех фигур достаточно однако первые два из них существа обетов то есть Цунгапа Лама Цунгапа и Будда Шакьямуни это существа обетов то есть Самая Саттва Ваджатхара это существо мудрости Джняна Саттва поэтому в его сердце необходимо поместить синий слог Хун как существо концентрации или Самарисаттва но поскольку такой метод засветания трех существ представляет собой особо ключевые моменты теоретических практик я не стал обсуждать это подробнее то есть В центре на санкт-картин, вы посмотрите на Буддха Шакимуни, в центре. В центре на санкт-картин, вы посмотрите на Ваджаттрин. Вашатраль, в церкви находится литр в концентрации, саматис-ава, который находится в форме с целью блю-ру. В результате, эти фигуры не представляют литр в церкви, и с которыми мы взялись в другом, как если мы взялись в другом, как мы взялись в другом. Шакия Муни, в сердце в своем кабинке, показывает, что если у него есть премьер, он может быть в целом, а в интернете, он был бодхан. Ваджатрара, который находится в сердце, он находится в сердце шакимуни, но это означает, что он является как ласпет secret. Мы говорим о троих им, которые были в другом. И так вы можете выбрать, что эти три цепиаааааааааааааааааааааааааааа, но для двух первых, это-все, и Буда-шакимуни, которые являются с веем, то есть сава-yasаттвы, а также сава-yasаттва, то есть сава-yasаттва, который является сава-yasаттва. Это для того, что в сердце, он должен быть висимен, В этом случае необходимо поставить лакинам bleу-рунду, и она представляет литр от концентрации. Но, поскольку эта методика из троих êтres является очень важным в практике, я не буду больше оформлять лакинам. Далее тут идет отрывок из текста, по которому строится визуализация. Мы можем, в принципе, использовать лама-чуба, группу лучше текста. Мой догоценный гуру украшен знаками и отметинами, то есть великими 32-мя знаками и 80-ю вторичными признаками Будды. Он, окруженный пятицветной радугой, излучает тысячи лучей ясного света. Он восседает в важной позе, его чистые скалки – это пять Будды. То есть то, из чего состоит его личность – это пять Будды. Его четыре физических элемента, то есть четыре первые элемента или четыре стихии – это четыре супруги. Его органы чувств, сосуды, мышцы и суставы – в действительности Будды. Поры на его коже – это 21 тысяча архатов. Его конечности – могущественные гневные божества. Лучи света, исходящие из его тела, есть стражи старого света. К его стопам склоняются Индра, Брахма и прочие боги. Вокруг него пребывают мои собственные учители и множество медитативных божеств, имеется в виду и дамы, со своими мандалами и защитниками. Будды и бодисаттвы, даки и защитники дармы, чьи три двери запечатаны тремя ваджами. Или отмечены тремя ваджами, то есть в трех местах – в макушке, в горле и в сердце. У них три слова – Ом, А, Хун. А слово Хун в сердце, либо же в сердцах всех этих фигур, испускает лучи светом, которые принимают форму крыющих на кончике, притягивающих существ мудрости из их обителей, то есть из сердца… из сердечных слога Хун выходят лучи света, которые притягивают существ мудрости из их обителей, которые соединяются с существами обетов. То есть существо мудрости сначала располагается над цунгапой, на что цунгапа перед нами только, затем сливается с ним, соединяется и становится нераздельным капой, который соединяется с существами обетов в прочное и нераздельное единство. Что это делал? Ну да. Всегда продолжаем. Ensuite, мы продолжаем читать у тела, у него есть лосы, у него есть лосы, у него есть лосы, и он указал, он указал, он указал, у него есть лосы, Порнется из всех других сверхътковых пътхалов, которые являются 32 первые и 80 первые, которые различны в соцсетях. В этот сверхътхалов кримикрым, Миллионный rayон, из-за светлой луны. Он сидит в позиции Адамантин, и все эти пиры агрегаты, это санкт-путин. В четыре элементы его компания, это санкт-путин, и наши органы, и наши органы, всеAND, как эти органы, и все эти органы, все это они построят, в реальном роде, эти одинаковые вещества, stakes на великий язык в жестокос, и И эти дни, которые он гранит, которые в этом cuerpo, лечитей мощей-мусливает. И эти rayкин, которые виноваты в его теле, они одновременно от других грибов. А с ногами-мужчины инра, brahma и других дюймов. А autour de lui, находятся мои собственные мастры и знаменитые идамы или длительные медитации, которые могут быть своим манхалам и их protecteurs. Продолжение следует... Даквини и Продектеурный дарма У них три Портные Стоят три Ваше ра У нас есть Суммель Теть, Горги И Коя Стоят 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 Ом, А и Ро 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 Д'elle эманent, donc du cœur, des rayons de lumière qui prennent la forme de crochets qui attirent les êtres de sagesse et avec les êtres de sagesse qui après vont s'unir avec les êtres de vœux dans une seule unité. Donc on va avoir Tsangkapa qui est en dessous et les êtres de sagesse qui sont dessus et qui vont après s'unir, se fusionner en un. ... 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 Вот мы визуализируем перед собой Цунгкапу. Его личность состоит из пяти скандх. Опять скандх это скандха формы, развлечения, скандха развлечений или представлений, скандха чувств, ощущений, скандха действий или деятельной активности или слагателей и скандха сознания, его мыслительная деятельность, мысль творчества, номер счета. Итак, скандха формы, гуру, находятся в промежутке от ушниши до края линии волос. Ну, Цунгкапу обычно с ушнишей не визуализируют. То есть получается от макушки до линии, до пудзадаступовского скарпа. Вот эта вот часть, верхняя часть черепа, верхняя часть головы, это и есть аспект скандхи формы. Там располагается белый слог Ом. Либо располагается, это скандха по природе своей суть Вайерачана. Следовательно, вот этот белый слог Ом, либо же белый Вайерачана. Рестворяет собой скандху формы или тела. Рестворяет собой скандху формы. Саидамалентин. Правила часть. Водители мол hipобеды и вузуALI Ароматин. Продолжение следует... La visualisation détaillée ici est la même que lorsque l'on construit les mandalas du corps du Gurya Samaj à trois visages et six bras. Ceux pour lesquels il est trop compliqué de faire une telle visualisation peuvent se contenter de visualiser la déité avec un seul visage et deux mains tel qu'il est représenté dans le Yoga Tantra. Alors, les aspects des agrégats du Gourou se trouvent... Alors, les agrégats de la forme. Là, on fait référence aux cinq agrégats constitutifs de l'ego, à savoir le premier qui est l'agrégat de la forme, qui correspond à la forme corporelle. Le deuxième étant celui qui correspond aux sensations, le troisième est la perception, le quatrième qui correspond à la formation mentale et le cinquième à la conscience. Donc ici, l'aspect de l'amrégat... Je n'ai pas écrit à l'aspect de la vie... Je n'ai pas écrit à l'aspect de l'esprit... Ah? Je n'ai pas écrit à lasprijée... Je n'ai pas écrit à l'esprit de l'esprit... Я не могу. Я не могу. Я не могу. То, что первый aspect, который является в форме Гурю, это пройдет между сомневой головы, и до этого вверху, вверху. Так, Лама Тенгон сказал, что для Сонкапа, он не имеет значения в бутылке. Он не имеет никакого бутылка. И этот агрегат, в свою природу, в санглазе Ом, и в бутылке Вайручана. Либо же Вайручана, как бы, знаком, который символизирует Вайручан, является белое колесо с восемьими спицами или белая дарма-чакра. Вот. Иногда это колесо, лежащее горизонтально, на котором стоит слово Ом. И иногда Вайручана, который визуализирует в форме дарма и на которой мы находимся в санглазе. В данном случае, если предлагается видимо визуализировать самого Вайручана, в правой руке он держит, у него колесо. Легче будет визуализировать все-таки с одним, двумя руками, без округи, и в правой руке у него колесо. Вот. здесь визуализация предложена визуализировать Буда Вайручана в форме бланке и в правой руке он держит на руке и если хочется заморочиться и визуализировать всех этих божеств в соответствии с Анатарой и Катаброй, то есть с тремя ликами и шестью руками и вместе с супругами, то в принципе там тоже не так сложно. Уже тут сказано, что идите и смотрите в Гоксомарштадт не надо. Итак, дальше это у нас Амитап Амитап Ха, наверное, представляющий собой сущность тканки развлечения или представлений занимает пространство от края линии волос на голове до горла. Итак, вот это как бы часть от края роста линии волос до горла это аспект развлечения. Представлен в виде Будды Амитап Хи красного цвета. Его атрибутом обычно когда Будда Амитап Ху изображает отдельно, у него в руках монашеская чаша. Здесь его символом обычно служит ваджа. Это с одной стороны скандха развлечения, а с другой стороны это речь, ваджаная речь. Амитап Ха Амитап Ха Фу 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 агрегат и перцепти. И он оккупает эспакт, который начинает с точки зрения на основном и приходит на горке. Амитаба в виде ручки и, в основном, в основном, он будет Возвращение к нему, но здесь, он будет представлен с Важра. Он будет представлен в грегу, но он будет также представлен в пароле Важра. вот горло хода сердцем сознание представляется в образе путы акшопки вами так лучше символом будет лотос а ваджи лучше акшопки отдадим а акшопки синего цвета тоже если мы представляем проще то тоже с одним веком за меня рука не без супруги а вот а а в а а в а г г г у а это глага глага и а это представление а а Акшобия, который мы visualise с одним из самых похожей, с одним из глаз, с двух глаз и с теми, и он будет в виде красного цвета. И его attribуя будет вајра. В этом случае, мы будем использовать как отрибут, вајра, не только не вајра, как мы говорили, но и вајра. и Акшо-бия, он будет блесен с Важра. От сердца до пупа примерно, это у нас каких ощущений? Это представлено в образе Будды Рактасамбхавы, желтого цвета. Ну и его требуется обычно служит дагацанести, девяти или семичастное там. Что семичастное? Девяти или семичастное дагацанести. А, дагацанести. Акшо-бия. 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 Это у Nasso-bar. И это очень узнает. У меня есть совершенно triggering. Акшо-бия. И данное – это тема-бия. И вот попа дальше вниз, это как бы уже относится к скандхе действий, или даже сладателей. Самскара скандха. Выставлена эта скандха Будды Амога Сиддхи зеленого цвета, его атрибутом услужит обычно или меч, или скрещенный вазар. Амога Сиддхи зеленого цвета. Амога Сиддхи зеленого цвета, его атрибута, или скрещенный вазар. Итак, эти пять Будд, символизирующие пять скандх, расположены один над другим. У шниши каждого из них касаются основания лотоса, сидящего выше Будды. У шниши каждого из них. А у айрачаны, у шниши кого касается. Визуализируйте этот ряд в середине тела Гуру, то есть имеется в виду по центру. А в середине тела Гуру, подобное сердцевине дерева. Как будто стержень внутри Цонкапы, эти пять Будд один над другим располагаются. Амога Сиддхи зеленого цвета. У шниши каждого из них, У шниши, Амога Сиддхи зеленого центра Гуру, Цонкапа. И, в основном, это как будто мы открывали тронц. Четыре физические элементы. Четыре стихи. Земля, вода, огонь, ветер. Мы визуализируем в качестве четырех супруг, Обнимающих каждое своего Будду. Его сосуды, мышцы, суставы и шесть источников восприятия. Источники восприятия, это имеется в виду Назрение, слух, Субтаты. Обоняние, Вкус, Осязание и Ментальное восприятие. Обшись источник восприятия, Глаза и прочее, Представлены в облике восьми бодисатов. Кжидиварфы и остальных, Его сосуды и мускулы имеют природу Майтреи, Которые выседают на его ушнише. Саманта Бхадара пребывает в восьми главных суставах. То есть, Чтитель наши конечности и сочленение основных. Локти, колени. В данном тексте нет явного упоминания о пяти важных супругах, Ваджарупи и прочих. Однако, они находятся здесь же в соединении соответствующим бодисаттвы. Как это описано в мандале тела Гухи Самаджи. Ну, просто по тексту даже пойти можно. Далее в тексте сказано, что буроны и его кожа это архаты. Когда говорится об архатах, речь идет не о шаваках или братика Буддах, а о махаянских архатах. То есть, об арья Буддах. На самом деле, каждая двора на коже центральной фигуры есть одна из чистых земель Будды. Представьте себе, что в каждой из них исчисленные Будды осуществляют свои двенадцать великих деяний. Побеждают Мару, запускают вращение колеса Дхармали и так далее. Когда говорится, что все чистые земли появились из тела одного Будды, то подразумевается именно это. В одной из стандартов Аллактешвара упоминается название всех этих расположенных в порах тела чистых земель, а также имена пребывающих там Дхагад. И вы должны иметь в виду, что такие перечни имен всех Дхагад существуют. В большинстве текстов говорится о двадцати одной тысяче. Но на самом деле их количество не может быть исчислено. Десяти дневных божеств визуализируете на десяти частях его тела. И представляете себе, как они имеют одну с ним природу. Например, Ямадоку визуализируют на правой руке. В принципе, в медитативной начальнике Гуке Самаджи перечислены все те божества, где кто располагается. В сердце центральной фигуры расположены пять божеств. Самый внешний из них Будда Акшопья. Будда Акшопья находится в его сердце, а Важадхара, в свою очередь, в сердце Будда Акшопья. Акшопья пребывает в соединении со своей сыругой Мамакей. Мамчжуше, один из восемь бодисантов, сидит позади Акшопья, лицом вперед. Ну, в принципе, это все действительно объясняется в Гуке Самаджи Танто. И для нашего случая, наверное, все это не так уж и обязательно. Можно просто представлять Сунгаку. Сердце у него на Будда Шакимуни. Сердце у Будда Шакимуни Будда Акшопья 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 Акшопья. И этого достаточно. Уже хорошо. А всех божеств Мандавы Куксамаджи, ну, это очень хорошо было. То есть мы смогли бы это визуализировать? Ну, вряд ли это так уж необходимо прямо на данный момент. Четыре элемента. 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 это дворец, но у него есть да и си си санскими, которые называются в виду, в уйме, обороты, голос, sensations и твои отношениями, мы изнутри, из формы 8 садовин. Кшити, Гарпи, Гарпра и другие. В цехе волна будет видеть митрэя, который находится на саму-шнейха. Самонтаврадра, он находится в основном в основном в основном в основном. В течение следует, мы не делаем ни разу, не делаем ни разу, но с пять веков, от Бажра, Рупа и других. Но, они находятся здесь. Они в связи с Бодисадвами, которые они соответствуют, А так как это было сказано, в Мандалате, в Горде Гургия Самаджа. Позже, в книге, он говорит о том, что у них порт, на сапо, это были арады. Когда мы говорим о араде, мы не говорим только о шрамаках, или о практике буддинской практики, или о араде, ария-буддин, в действии, что каждый порт, в линии, то есть арады, арады-буддин, в действии, Вы понимаете, что в каждой из них есть множественные буды, которые реализуют их 12 больших действий. Они виноват, 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 etc. Когда мы говорим, что все эти буды, они виноват, они виноват, это виноват. Виноват, они виноват, которые они инициативов, они виноват, ответ10 по Usа и отношения наUNDSE. Виноват, это бодл subir, если timber, они виноватим Dragons Heart throne. Понимаете по登場, которые храгатазны в основном. И вы должны быть в эфире, что все листы, все листы, все листы, все листы, но в большинстве, в большинстве, мы говорим о 20 000, 21 000, но в самом деле, их номер не может быть определённым. В этим видео с теми, вы можете представить их одном из двух направлений. В примере, объем на чём на правой стежке, в центре, в центре, в доме, в центре, в центре, в центре, в центре, в центре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...